Мы проводим наши программы в тюрьмах Южной Индии и Соединенных Штатов. Вы читали об этом? Тюрьмы во многих смыслах — одни из самых ужасных мест для жизни на планете. Какие бы удобства и комфорт там ни создавались — это не главное. Вы заперты там. Это главное. Это не мелочь. Такое невозможно понять, пока сам там не окажешься. Я много раз посещал тюрьмы. Там иные страдания, совершенно другие страдания. Прежде всего, нарушитель закона, тот, кого считают преступником, — это человек, который жаждет жизни сильнее других людей. Он хочет жить. Торопясь жить, этот человек попирает определенные устои, и поэтому становится преступником, не так ли? Его жажда жизни сильнее, чем у других людей. Он не может жить в рамках, как все. Он хочет пролезть вне очереди, поэтому становится преступником. Вот почему, когда такой человек находится в заключении, где ему многое недоступно — это совершенно особое страдание. Когда мы проводили программу в одной тюрьме в Пенсильвании, там был человек, который провел в заключении уже 30 лет. В штате Пенсильвания за убийство дают пожизненный срок. Амнистия невозможна. Ему присудили три пожизненных срока. Он провел в тюрьме уже 30 лет, ему еще не было 50. Вскоре после окончания школы он попал в переделку, где застрелил троих человек и получил за это три пожизненных срока. Хотя прошло уже 30 лет, он выглядел очень здоровым и крепким. Он проживет еще 30-40 лет и все это время будет в тюрьме. Он это прекрасно понимает, и у него нет шансов на амнистию или смертный приговор. Даже если он убьет еще 10 человек в тюрьме, ему дадут еще 10 пожизненных сроков. Смертной казни не будет. По этой причине, с первых дней нахождения в тюрьме он был настолько буйным, что его посадили в одиночную камеру, размером 2 на 2,5 метра. Одна койка, один шкаф. И все. В слезах он сказал мне, «За 30 лет я ни разу не присел в своей камере. Я просто не был способен сидеть. 30 лет я ходил из угла в угол своей камеры, как дикий зверь в клетке, потому что не мог сесть. А когда уставал, то просто засыпал. Никогда не присел даже ни на минуту. Ходил по камере взад и вперед. Он даже ел стоя. Он не мог сидеть. Он сказал мне, «Наконец-то я могу сидеть и сижу с радостью. 30 лет я был как дикий зверь. Теперь впервые могу сидеть как человек». Это не мелочь. Вы не сможете этого понять, пока не побываете там. Там совершенно иные страдания. Заключенные из Индии и США прислали нам уже более двух тысяч своих стихотворений. Стоило им начать медитировать, как из них пылились стихи. Сборник тюремной поэзии будет опубликован через несколько месяцев. Они написали прекрасные стихи, очень трогательные. Самыми разными словами они рассказывают о своих страданиях и той свободе, которую им подарила медитация. Даже для людей в такой ситуации медитация — это способ жить с радостью. Значит, для вас она определенно сработает, если вы захотите ей воспользоваться. Я хочу, чтобы вы жили как по-настоящему счастливые люди. Это возможно. Я знаю, что это возможно. Если у вас есть готовность, вы узнаете, что это возможно. Огромное количество денег тратилось и тратится на производство вооружения и боеприпасов. Много денег тратится на табак, алкоголь, удовольствие и развлечения. Но когда появился Гаутама, никто, кроме императора Ашоки, не выделил большие средства на распространение медитации в своей стране. Будда стал известен, потому что правитель занялся этим. Император Ашока поддерживал его, давал ресурсы и людей для распространения медитации, потому что понимал, что это то, что должно произойти. Но в остальном большую часть времени люди не инвестировали ресурсы в распространение инструментов внутреннего благополучия для себя и всех остальных. Люди не заботились об этом. Приходило много чудесных йогинов и мудрецов, но они не получали необходимой поддержки. Гаутама был одним из немногих, кому повезло. Правитель дал ему все ресурсы, задействовав свою семью, чтобы посвятить все этому пути и сделать благополучие реальностью для всех. Настоящая трагедия в том, что человечество никогда не инвестировало в поиск радости внутри себя. Люди невероятно вложились в разрушение и убийство друг друга даже сегодня. После стольких страданий максимум инвестиций мира идут в военную промышленность, не так ли? Это настолько неразумно. Даже если не говорить обо всем остальном, совершенно неразумно инвестировать в это направление, а не в благополучие. Пришло то время, когда нужно вкладывать время, жизнь и ресурсы в то, чтобы в мире происходили нужные вещи, не так ли? Для вас и для всех вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok